Матери нету, один щенок был завернутый там в ткани. Господи, он весь холодный. Вот здесь коробки, еда, одеяло. Суки нет со щенками. Одного щенка нашла случайно в куртке, но он холодный. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, у нас еще тут произошла на днях история. Была на работе, был пост о том, что привязали собаку в городе, и она родила. Весь день про нее писали, о том, что кто-то помог ей, постов не было. Я вечером после работы поехала смотреть. В общем, собаку забрали со щенками. Собаки не было на месте. Но там, в этих коробках, в вещах, которые соорудили люди, место, я обнаружила щенка. Еле же... Ну, я думала, вернее, что она мертвой. Когда я взяла в руки, она закряхтела. Она просто вот была окоченелая, уже как трупик. Мы ее постепенно отогревали, то есть нельзя ложить сразу на грелки. Мы ее постепенно отогревали, и сейчас Аня ее выкармливает так же, как когда-то Урсулу. Урсула у нас уже большая девочка, а у нас еще вот одна малявка, козявка. Да? Покажись. Ну, давай. Давай, спрячь. Так что, ребят, если когда-то, хочу сказать, если вы спасаете животное, да, вы молодцы, безусловно, это честь хвала. Но всегда люди, которые забирали эту собаку, договорились с приютом, чтобы ее определить туда. Но люди были неопытные, просто проглядели в этих вещах одного щенка. Если бы они отписались, что они забрали собаку, я бы не поехала туда. А если бы я не поехала туда, то и щенок бы просто замерз. Сейчас мы ее выкармливаем. Ей уже где-то 30 октября на Анин день рождения как раз-то было вечером, я ее нашла. Сегодня у нас 5 число, нам 5 дней. Мы искусственницы, растем на козьем молоке. Так что, если кто-то хочет подарить ей дом, так же, как и у Урсули, то, пожалуйста, бронируйте. Сиську ищет. Сейчас оттану, чтобы ветра не было. Сиську ищем. Всегда проверяйте, когда забираете совсем малюсеньких щенков, всегда проверяйте все щелочки, чтобы, не дай бог, не пропустить.